Друзья, всем привет! Сегодня личный день, у меня прекрасное настроение, а все потому, что опять занимаюсь выкрасками. То, что я очень люблю делать, подбирать инструмент краски, красить новые краски для себя. Это действительно очень важно. И сегодня я в компании Интера Деко. Декорация, Байромикс и Ольста. Декорацию, наверное, многие знают, это декоративка. А я буду красить Ольсту. Вот за всю свою карьеру пока. Блогера, такого вот блогера инструментального, Ольсту я еще не красил. Очень интересно будет посмотреть. Нам заколировали вот эти две баночки. Сделали два цвета. База С и база А. Насыщенные цвета. Будем смотреть, как они будут уноситься на поверхность. Это все краска для интерьеров, офисов и холлов. То есть для квартир она моющаяся. Здесь, смотрите, полностью, как вы любите, инструкции, как красить, что надо делать, как подготавливать, какой расход. В общем, очень-очень-очень много информации для вас, педантов, чтобы вы могли полностью свой вот этот вот интерес в краске, почитать и удовлетворить. Я буду красить. Здесь мне писали, сказали, говорят, вот здесь гипсокартон, можешь его использовать без проблем, сколько хочешь, в любом количестве. Даже свет, смотрите, да. Поэтому сейчас начну. Сейчас начну с собой. Привез обязательно вот эти ванночки с чеклами, для того, чтобы, ну, разным цветом можно было красить и наносить. И инструменты кистьями мы, наверное, пользоваться сегодня не будем, потому что будем красить валиками кистьочки. Как все вы знаете, что оранжевые, они самые лучшие. С оранжевой щетиной. А будем красить кубриксом, микрофиброй и микрофиброй на 8 мм. Приступаем. Так, ну, по традиции, чтобы ничего не испачкать, мы подготовили здесь. Я привез с собой тревочку и привозку, которая защитит здесь весь пол. Хотя это рабочий зон, но все равно будет мне очень приятно. Если здесь что-то, я напортаю, что испачкаю, потом ребятам убираться не будет, как в магазинах, когда вы помните, что много чего прокройли, и пришлось убираться. Но это не очень хочется. Таким, сейчас все закрываем и приступаем к пробудке. Берем базу С. Посмотрите, какой цвет. Шикарный. Друзья, ну, смотрите, вы все знаете, что база С – это база прозрачная с ярким пигментом. Пигмент действительно здесь яркий, синий, самый сложный цвет, как говорят. И мы начинаем его наносить. Барик мы предварительно ничего с ним не делали, как обычно это бывает. На выкрасах просто будем его пропитывать. Пропитывать надо, как я и говорил, уже минуты две вот так этого проката. Потому что вот под шубой валика начинает впитывать краску, но не сразу, а через какое-то время, как мы обязательно, надо не полениться и действительно валики их пропитывать, 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 пропитывать. Прошу, смотрите, сейчас покажу вам. Видите, с виду он пропитанный. Сейчас на камеру будет больше видно. А вот внутри, видите, вот здесь белые есть точечки, вот они. Ну, просто шубка, она там белая, туда краска еще не добралась. Поэтому очень важно краску именно туда пропитать. База C, напоминаю, смотрите, насколько она яркая. Ну что, давайте приступим. Поближе сейчас сюда сделаю камеру, чтобы было более видно и доступно. Так, валик по центру, видите, я нажал, он по центру немножко сплющился, но это мой косяк. Но я сейчас буду все это раскатывать, потому что валик при первом соприсновении, он в любом случае работать будет на 30% от своей возможности. И он начинает работать где-то на третьем, четвертом квадратном метре, когда вы красите. В общем, друзья, смотрите, это база C. Посмотрите, насколько она хорошо укрывает поверхность. Слушайте, я понимаю, что есть мистеря, которые там механизаторы, которые занимаются, зарабатывают тем, что они окрашивают всю жизнь. И они часто делают именно выкрасы, ну так, как они работают на объектах. Но я всегда придерживаюсь того, что я частник. И как я буду красить, так будет красить 90% людей, которые хотят сделать окрашивание самостоятельно. Смотрите, валик, несмотря на то, что микрофибра 11 мм, он на этом участке всю свою краску не отдал. Давайте перейдем, потому что я здесь начинаю раскатывать цвет по одному месту краску. Тут толстую краску гонять. Давайте здесь продолжим, чтобы валик выжить, что ли. Сейчас у нас вся база C. Как раз здесь, на этой половине, которую мы для этого и решили использовать, она как раз за одно окрашивание одного валика. То есть мы его не смачиваем, ничего с ним не делаем. Смотрите, как хорошо все это впитало. Удивительно, что это база C, и она настолько перекрыла поверхность. Понятное дело, что нужно будет красить второй слой, но база C она не предназначена для того, чтобы красить все сразу в один присест. Но, но вы видите, синий цвет самый сложный и насколько она за один раз валиком с ворсом 11 мм все это перекрыла. Краска здесь будет подсыхать. Мы пока перейдем ко второй половине, там покрасим базу A и сравним тоже. Но у меня пока база C очень-очень приятное впечатление, потому что так вот база C, чтобы работала, я редко когда вижу. Видите, скотч видно прозрачный, да, вот здесь желтенькая подложка. Но в любом случае, в распределении краски она прям на высоте. Я приятно удивлен базе C, посмотрите, на самом деле она сейчас подсыхает. Мы открыли окошко здесь, потому что жарковато. Не знаю, так правильно делать или неправильно, но краска она подсыхает здесь вот и прям плотненько становится. Ну что, открываем базу A и начинаем красить. В базе A нам дают, смотрите, какой цвет. Вот мой любимый, смотрите, розовенький. Даже не знаю, как правильно его назвать. И тут шикарный, приятнейший цвет. База A это белая база и в нее просто добавляется пельник. И, соответственно, краска должна быть всякого кривистая. Она должна в один раз все закрыть. Конечно же, ни один из производителей не рекомендуют красить в один слой. Стоит рекомендуют красить в один слой или в два. И мы сейчас посмотрим, как в один раз эта база справится. Варик у нас влажный. Таким пропитывать его можно меньшее количество времени. Он и так питает себя под шубок на хорошее количество краски. Хорошо, сейчас начнем. Свет просто шикарный. Не знаю, камера передает, не передает. Классный, классный цвет. Так, давайте совсем близко, наверное, вот так вот поставлю на просвет, чтобы вы могли непосредственно видеть, как Валик наносит эту краску. Слушайте, ну прям сочненько. Обожаю. Какие цвета яркие. И действительно, база А. Действительно, база А, мне кажется, больше ничего и говорить не надо. Она упривистая, она хорошо работает. И просто вот так вот берешь Валик, попростатываешь и получаешь огромное-огромное удовольствие от процесса. А для меня получается так вот как процесса. Ну, это очень-очень важно. Валик может раскатывать эту краску еще на, ну, может даже весь из гипсокартона сможет покрасить заодно оконами. Ну, друзья, пока первые слои краски сохнут, Валик отдыхает, что хочу сказать. Своё мнение. Давайте сейчас сяду, чтобы можно было обо всем про этом поговорить. Краска Ольская, я действительно ее крашу первый раз. Сама краска, да, база С и база А. Вот при нанесении мне было комфортно красить и той, и той базой. Обычно бывает так, что краской Ц, например, база Ц начинаешь красить, она полупрозрачная, ты пытаешься что-то перекрыть, и у тебя мало чего получается. И ты, ну, красяшь еще раз, и потом переходишь на базу А, и тебе прям вообще хорошо становится. А тут ситуация немножко другая, потому что ты начинаешь красить базу Ц, тебе комфортно, тебе нравится. Просто быстро, комфортно, удобно, и без каких-то, ну, таких трудозатрат, скажем. Я всегда оценю, есть вот места, которые красят, там, механизаторы, да, вот мы с ними основном общаемся, они красят механизации, тестируют механизации, понятно, делают для профессионалов, ну, чисто для профессионалов. Я же хочу в своих вот выкрасках, на самом деле, показывать и рассказывать, самому пробовать, а как вот я участник, не профессионал, который человек, который красит для себя, от этой души, смогу ли я это сделать, покрасить. Как мне будет комфортно? Комфортно. Потому что здесь краска, которую начинаешь красить, ну, прям, ну, ты понимаешь, что не идет что-то не то. Здесь же с красками ОСЦ, база А и база Ц, мне, ну, удалось поработать с комфортным. Я понимаю, что участник, например, у себя в квартире, даже самостоятельно сможет легко и спокойно это все покрасить дело. Тистики валиками все-таки красят, ну, 90, там, процентов помещения, а в организации все-таки либо какие-то проф, пространство большие, ну, для квартир, ну, маленький объем окрашен именно, механизация полосновок красят валиками. Поэтому микрофибра 11 мм комфортно, хорошо, хорошим слоем наносит краску ОСЦ, так что можно смело брать и пробовать. Я не оцениваю, например, технические характеристики краски, как она потом моется, как она все делает. Это лучше делать на образца, где-то, когда уже краска высохла, она набрала свою прочность. Потому что, вы знаете, что нельзя краску, например, моющуюся мыть, оттирать на следующий день, даже, когда она подсохла. Нельзя все равно на крепкость набирается какой-то определенный, там, промежуток времени. Поэтому это можно делать, ну, с ума, как минимум. И делать, может быть, я в следующий раз приеду, мы в каком-то образце потестируем воду, поливаем, покрасим, постираем что-нибудь. Это, мне кажется, будет интересно. Тем более, я хочу сюда вернуться. Здесь, ну, так как есть декорация, вот она верхняя, мне обещали показать и научить несколько техник по нанесению декоративки. Самых таких основных, важных вещей. Я давно хотел научиться именно наносить декоративку. Метра, он нравится просто сама по себе. И, надеюсь, здесь это получится. Там, здесь ребята, компания, они как раз этому тоже и обучают. Поэтому, я надеюсь, что я сюда еще раз приеду. Пойдем, внесем второй слой. Выходя второй слой, ну, да, второй слой, и потом вернемся, что-нибудь еще сделаем и покрасим. Друзья, смотрите, база А подсохла уже чуть-чуть. Смотрите, как хорошо она. Подсохла, как красиво получается. Это первый слой. База С. Вот здесь видно, не видно. Вот границы. Это первый слой. Это два слоя. Вернее, один и два слоя тоже. Видите, как хорошо. База С во второй слой полностью перекрыла все это. Здесь в дне лучше всего. Видите? Переход. В общем, круто получается. Я не знаю, имеет смысл второй слой наносить не имеет, потому что даже первый уже хорошо лег и растянулся. Вот в этом плане. Но, прям, мне размер понравился, как база А и база С. Мне кажется, они одинаково хороши. Так, решила покрасить второй слой базу А. Варик себя впитывает уже много. Он хорошо разработался. И второй слой, смотрите, насколько он значнее будет первого. Давайте я камеру поставлю. Вот так вот. Варик густо наносит, потому что уже работал, и его надо раскатывать, конечно, на большую площадь. Ну, давайте сюда перейдем. А почему же нет? Посмотрим, как раз, насколько его хватит. Вот так до серединки, потому что не хочет полностью базу все закрашивать. Хочет посмотреть, когда она полностью высохнет, что там случится. Но, в любом случае. Это будем считать один первый слой, а здесь уже два слоя. Два слоя, конечно, есть жиренькая. Сейчас мы немножко подкорректируем. Хотя, правило вроде как волновятки, что нанес, отодет скинул и больше ничего себе не сделает. Как раз, сама все дальше сделает. Хочется всегда что-то еще подкрасить. Субтитры сделал DimaTorzok